Добрый вечер, меня зовут Евгения Головина. Добрый вечер, меня зовут Вячеслав Голубев. И тема нашей программы сегодня это безработица. Уровень безработицы одна из самых главных характеристик, описывающая экономику страны или региона. Практически всегда считается, что чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситуация и ниже уровень жизни населения. Стоит отметить, что на протяжении последних лет безработица в России имела тенденции к снижению. До начала 2011 года она составляла около 8%, а к 2014 опустилась до 5% от всего экономически активного населения. Но, к сожалению, по прогнозам некоторых аналитиков, 2015 год эту тенденцию прервет. Первые жертвы кризиса. Почти 300 красноярцев остались без работы после закрытия завода «Балтика-Пикро». Формально производство будет работать еще 3 месяца, однако сотрудников уже уведомили о закрытии предприятия. По официальной версии «Балтика-Пикро» прекратила свое существование из-за увеличения налогов на пивную отрасль, сокращения рынка пива и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Тем временем ситуация с безработицей в России продолжает ухудшаться. Всего за месяц с сентября по октябрь прошлого года количество безработных в стране выросло на 150 тысяч. И за декабрь без работы остались еще 37 тысяч россиян. Всего же в России по официальным данным 4 миллиона безработных. А по прогнозам Минэкономразвития уровень безработицы будет только расти. Сокращение сотрудников и понижение зарплат – вот что с точки зрения аналитиков принесет россиянам 2015 год. Уже сейчас компании из финансовой, розничной, строительной и ресторанной отрасли говорят о том, что сокращения неизбежны. По мнению экспертов, в первую очередь волноваться стоит офисным работникам, специалистам по маркетингу, кадровикам и рекламистам. А вот в рабочем персонале, считают аналитики рынка труда, компании будут нуждаться даже в кризис. Так что грузчикам, водителям, кассирам и продавцам, вероятно, можно не волноваться. Также будут востребованы и программисты. Сразу после блока полезной информации мы поговорим с нашей гостьей Надеждой Александровной Доновой, начальником отдела анализа рынка и труда и планирования Центра занятости города Красноярска. И обязательно узнаем, какие программы предлагает государство в поддержку людей, оставшихся без работы, как они работают и что нужно сделать, чтобы стать участником одной из этих программ. Итак, прямо сейчас у нас в гостях Надежда Донова, начальник отдела анализа рынка труда и планирования Центра занятости города Красноярска. Здравствуйте, Надежда. Добрый вечер, Надежда. Вдруг так получилось и человек все-таки остался без работы. Что ему делать? Ну, искать новую работу. Да, как он может, как вам обратиться, что ему делать, чтобы вот... Какие программы у вас есть? В любом случае, гражданин уволился или решил поменять место работы по какой-либо причине, всегда может обратиться в орган службы занятости. В городе Красноярске это достаточно доступная ситуация, потому как в каждом у нас районе города есть свое подразделение. И куда клиенту удобнее, туда он может и обратиться. В принципе, для того, чтобы мы оказали содействие в поиске подходящей работы, гражданину достаточно только его паспорта. Если мы будем говорить о том, что гражданин будет претендовать на статус безработного, то спектр тех документов, которые он нам должен предоставить, он немного больше. Там нужна трудовая книжка, документы об образовании, справка о средней заработной платы с последнего места работы. При этом гражданину, уже официально признанному безработными, услуг мы можем предложить более чем просто ищущему работу. Здесь вот можно сказать уже об услуге профессионального обучения по направлению органов службы занятости. То есть это переобучение на какую-то новую профессию? Это может быть новая профессия, это может быть повышение квалификации по имеющейся профессии, это может быть совершенно иная профессия, которая на данном этапе, допустим, востребована на рынке труда. Это все бесплатно? Да, конечно. Для безработного гражданина это все бесплатно. Это оплачивают органы службы занятости. Прошу прощения, Женя, а сколько всего этих профессий? То есть богат ли выбор? Достаточно выбор богатый. Ну вот в среднем у нас примерно мы обучаем по 35 направлениям, самым различным. Обучение проводят учреждения образовательные города Красноярска, которые имеют лицензию на соответствующие деятельности. Вот смотрите, у меня вопрос такой. Человеку нужно сначала попытаться искать работу по своей профессии, прежде чем пойти переучиваться, или он просто может прийти и сказать, я не хочу работать по своей профессии, помогите мне переучиться, и я пойду работать в какую-то другую сферу. Ну тут, наверное, нельзя сказать, нету такого однозначного алгоритма действия. Надо смотреть в комплексе всю ситуацию. Когда к нам гражданин обратится, в любом случае мы сначала попытаемся ему подыскать работу из того банка вакансий, из банка данных, который у нас есть на текущий момент. Если это будет... Ну, конечно, в соответствии с его уровнем образования, его стажем работы, опытом работы в той или иной специальности. Если мы уже не сможем его трудоустроить, и возникнут какие-то дополнительные сложности или трудности, мы, безусловно, ему предложим вот такую услугу, как профессиональное обучение. Ага, иди, давай теперь. Я просто знаю, что у вас есть программа, которая позволяет людям официально признанным и безработным получить какую-то финансовую помощь для того, чтобы открыть собственное дело. Организация самозанятости, помощь в организации самозанятости – это одно из направлений нашего учреждения. Совершенно верно, такая услуга есть. И гражданин, написав бизнес-план, предоставив этот бизнес-план к нам в учреждение, после этого мы его отправим на независимую экспертизу. И если по итогам экспертизы будет положительное заключение, то мы гражданину можем оказать единовременную финансовую помощь. Размер ее составляет немногим более 76 тысяч рублей. Ну и, наверное, что самое приятное, если гражданин в течение 12 месяцев, то есть в течение года, осуществляет свою деятельность, то эта помощь, она безвозмездной возврату не подлежит. А скажите, пожалуйста, вот сумма, тем не менее, небольшая, но сложно ли получить заключение экспертизы положительное? Нет, абсолютно не сложно. При этом мы оказываем максимальную поддержку в разработке бизнес-плана, в его написании. Можно даже перед написанием бизнес-плана пройти семинары, которые мы также организуем для этой категории граждан. А как осуществляется контроль? То есть занимается ли действительно гражданин своим бизнесом или нет? Как он должен отчитываться? Ну, безусловно, в рамках договора, который мы будем заключать с гражданином, решившим открыть собственное дело, там предусмотрены формы контроля, предусмотрены как раз позиции, по которым гражданин должен отчитаться об организации, о своей деятельности. Скажите, пожалуйста, мне просто интересно, за прошедший год сколько таких было, которые реально получили вот такую финансовую помощь? 76 человек, это в 2014 году. Это кто получил, а сколько было подано заявок тогда так? Ну, то есть вот примерно процентное соотношение. Ну, я думаю, порядка 100, наверное, заявок, и 76 из них получили. То есть это 76 процентов. Процент достаточно большой, да? А в этом году к какому количеству вы выполнили какие-то помощи? Ну, мы предполагаем, что окажем такую поддержку, наверное, там чуть больше 80 граждан. А вот из этих 76 человек, кто реально осуществляет деятельность? Ну, у вас есть какая-то уже статистика, потому кому придется денежки вернуть? Безусловно. Вот по итогам того года, после проверки всех осуществления контрольных мероприятий, мы понимаем, что около 96 процентов, порядка 96 процентов, свою деятельность осуществляют. Кто-то взял беспроцент на кредит. Кто-то взял, да, и кому-то придется отдать. Придется вернуть. Придется вернуть. Что ж, у нас в гостях была Надежда Александровна Донова, начальника отдела анализа рынка труда и планирования центра занятости города Красноярска. Ну, а сегодня мы спросили у горожан, боятся ли они безработицы, и что планируют делать, если все-таки останутся без работы. Кем работаете? На флоте работаю. На флоте? Что там делаете? Ну, как работаю, рулю, что еще делать. Да вы что? А вы боитесь сокращений? Нет. Почему? У нас не сократят, у нас кадров так не хватает. Хорошо, а если, не дай бог, такое случится, что делать будете? Куда пойдете работать? Я? Да меня много где возьмут. Я оператором. Где? На почте. И как там, хорошо? Ну, нормально. Скажите, а если вдруг сокращение будет, вот куда пойдете работать? На почте никогда не буду. Я преподавателем работаю. Очень хорошо. Преподавателем чего? Я веду две дисциплины. Одна из них называется механика грунтов, другая основание фундаменты. Ничего себе! А вы не боитесь сокращений? Я нет. Почему? Потому что преподавателей мало, зарплата у нас небольшая. Я рантье. Что еще раз? Я рантье. А что это? Это человек, который живет на проценты. Ух ты. Да. Так, хорошо. А это официально как-то трудоустраивается этот человек? Девушка, это человек, который в мудные времена заработал миллионы. Положил их в иностранный банк под проценты. И на эти проценты существуют. Поваром. А сокращений не боишься? Кого не боюсь? Сокращений. Сокращений. Да не, не боюсь. Такая бесстрашная, что ли? Очень бесстрашная. Дома буду готовить. Если сократят, дома будешь готовить? Да, дома буду. А деньги будет кто платить? Вон, она мне будет деньги платить. А бойся, не бойся, сократят. И что будет? А что будет? Куда пойдете работать? Будем думать, когда сократят. Сейчас вряд ли, что можно думать. Ну, а прямо сейчас мы поговорим о том, что делать, если вас вынуждают уволиться якобы по собственному желанию. Сама по себе формулировка вопроса уже заставляет задуматься. То есть, если по собственному желанию, то какое отношение к этому имеет работодатель? Ну, с точки зрения закона, имеет в реальности совершенно все наоборот. Итак, у нас в гостях прямо сейчас Елена Кудырка, адвокат Красноярской краевой коллегии адвокатов. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. У нас за сколько должны уведомить работника о грядущем сокращении? То есть, какие есть вообще правила? Правило оно одно. Должно быть уведомлено письменно, под роспись, не менее чем за два месяца до даты предстоящего сокращения. Человека вызывают, говорят, дорогой мой, пиши заявление по собственному желанию. Он не хочет увольняться. Он знает, что грядет сокращение, и он имеет право на какие-то законные выплаты. Ну, с позиции работодателя эта ситуация вполне обоснованная, потому что в случае, если идет сокращение, то работодатель за счет собственных средств предусматривает достаточно большой объем выплат в пользу работника. Так называемая компенсация. Да, компенсация в размере среднемесячного заработка, причем за несколько месяцев. Вот, и поэтому, соответственно, работодатели идут на различные ухищрения в этом отношении, в том числе предлагая якобы расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, либо по собственному желанию работника. В этом отношении работник, конечно, если он не согласен с этим, он может говорить о том, что нет, я не согласен с таким основанием увольнения. И тогда мы должны понимать, как в этой ситуации поступит работодатель. Как он может поступить? Да, конечно. То есть идеальная ситуация, когда он скажет, о да, действительно, трудовым законодательством предусмотрен порядок, сейчас я буду его соблюдать. Есть ли какая-то категория граждан, которые не подлежат сокращению? Ну, нельзя их сокращать. Да, безусловно, это у нас всегда храняется материнство, и особенно законодатели предусматривают гарантии для матерей, которые являются одинокими. Если обобщать эти гарантии, то, как правило, в отношении одиноких матерей, это до достижения ребенком 14 лет, в отношении семейных, это, как правило, до 3 лет, плюс особые гарантии для родителей, у которых ребенок инвалид, там до 18 лет. А что такое одинокая мать? Я просто вот неоднократно с этим сталкивалась, когда женщины недопонимают вот этого. То есть правда ли, что одинокая она считается только, если в графе свидетельствия о рождении, в графе отец стоит прочерк? Или это если она просто его воспитывает одна? Да нет, судебная практика говорит о том, что это воспитание одной. То, что касается, если мы говорим об общей процедуре и тех правилах, которые предусмотрены для сокращения, по истечении вот этих двух месяцев с даты получения уведомления, да, когда наступает дата прекращения трудового договора по основанию сокращения, получается, что работодатель производит с работником все расчеты, которые предусмотрены трудовым законодательством, это заработная плата, начисленная к дате увольнения, это компенсация за неиспользованный отпуск, и в дальнейшем идет выплата в размере среднемесячного заработка, это выходное пособие. Затем для сохранения последующих компенсационных выплат работнику необходимо в течение месяца, ну вот для нашего региона, да, приравнивая к северу, необходимо в течение месяца встать на учет службы занятости, и тогда он вправе получать, если он нетрудоустроится, еще среднемесячный заработок еще за два месяца. Даже удобно попасть под сокращение, ну я имею в виду, если выбирать момент увольнения. Можно быть, как фрилансером имеешь в виду? Да, да, да. Я как раз вот сначала и начала разговор о том, что увольнение по сокращению штата для работодателя, это очень дорогостоящая процедура, ведь смотрите, я вам еще не сказала о чем, что в случае, если за последующие три месяца он еще не найдет работу, но он будет стоять на учете в службе занятости, то служба занятости выдает специальное решение, на основании которого он может получить еще три среднемесячных, заработка, то есть по сути, уволенному работнику, работодатель вот в такой ситуации в полного соответствия, да, он может еще выплачивать средний заработок за шесть месяцев. Елена, спасибо вам большое, у нас была Елена Кудерко в гостях, адвокат Красноярской краевой, коллегия адвокатов. Если же увольнение все-таки произошло, как пережить его с наименьшими потерями и как настроить себя на позитивный лад, расскажем далее. Первое. Первое, что нужно сделать, надо взять, перевести дух и дать себе возможность неделю не делать ничего. На самом деле эта неделя очень важна для того, чтобы успокоиться и понять, что делать дальше. Второе. Работа есть, ее много, разный, как бы там ни было, кто бы что ни говорил, но работу найти всегда можно, но необходимо взять и понять, во-первых, тот момент, где за эту неделю, да, где нужно эту работу искать и, может быть, действительно переориентироваться сейчас и не долбиться в одни и те же двери, а подумать и посмотреть, может быть, про какой-то другой даже путь развития свой. Третий момент. Мужчины и женщины по-разному переносят стресс. Мужчинам времени нужно больше, женщины ориентируются быстрее. Это нормально, естественно, это такой биологический механизм, к этому надо относиться адекватно. Здесь, наверное, совет уже не сколько к тем, кого сократили, сколько к близким. Не надо нагнетать обстановку, не надо толкать, особенно если это связано с мужчинами, да, там, усиливать и без того высокий уровень тревожности. Надо спокойно дождаться того момента, когда он успокоится и, действительно, этой недели, там, или полутора ему будет достаточно для того, чтобы принять решение, что делать дальше. Четвертый момент. Нужно абсолютно спокойно понять свои ресурсы, то есть то, чем вы обладаете, свои способности. Да, прекратить в своей голове муссировать причину, почему это случилось, почему меня сократили, что я сделал не так, почему меня, там, не оставили, там, в этой компании, там, в этой должности, не так важно. Важно понять, что я уже имею, что я уже приобрел и с чем я могу идти дальше. И, возможно, это тот самый период времени, когда, может быть, не в работе будет дело, а в работе будет момент развития своего собственного. И, может быть, вы найдете как раз-таки за этот период времени какой-то иной другой путь и другую возможность получить, ну, даже, может быть, и профессию, да, может быть, и получить новые возможности развития своей области, да, какое-то другое направление. Один из, наверное, таких центральных советов – просите помощи. Как бы там ни было, вы находитесь не на одиноком безлюдном острове, есть колоссальное количество людей, которые вас окружают. Начиная от ваших близких людей, которые могут вас поддержать, и в том числе, да, и какие-то моменты материальные, которые, конечно, там, цепляют, и прежде всего мы именно про это беспокоимся и переживаем. И еще момент, да, люди боятся не кризиса, они боятся утраты стабильности, потому что, как бы там ни было, каждый из нас хотел бы иметь эту самую стабильность. Каждый день мы хотим просыпаться в одно и то же время, укладываться в одно и то же время, и нам очень хотелось бы взять и обрести то самое спокойствие, о котором все мечтают. Мы же от себя добавим, помните, как бы то ни было, все, что ни делается, все к лучшему. Ну, прямо сейчас у нас в гостях Ольга Орлова, директор, руководитель кадрового агентства. Мы поговорим о том, повысился ли спрос на работников, или, может быть, этот спрос упал, а количество людей, желающих найти работу, наоборот, увеличился. И, в общем, все о рынке вакансий. Ну, для начала поздороваемся. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть. Итак, первый у нас вопрос. Сейчас все говорят о том, что грядет безработица, уже первые начались звоночки. Правда ли это действительно? Количество соискателей повысилось или все-таки осталось прежним? Вы знаете, на самом деле количество соискателей, ну, не повысилось оно. Оно падает и падает. Как вот где-то закончился кризис с 9-10 года, количество соискателей стало резко падать. Работа не нужна никому, получается, но точнее... Да вы знаете, наверное, работа кому-то нужна. Но вот те, кто присылает свою резюму, зачастую не подходят под те вакансии, которые требуются работодателю, и их приходится искать буквально по мелким крупицам, отыскивая каждого нужного человечка. А те люди, которые присылают свою резюму, к сожалению, многие предъявляют завышенные требования к себе, вернее, к компании, и заниженные к себе любимому. Они хотят много работать, много получать, мало работать. Те резюмы, которые вам приходят, и те заявки, которые присылают работодатели, они не совпадают. Вот как вы думаете, в чем причина несовпадения? Слишком завышенные требования у работодателя? Или все-таки уровень профессионализма не тот? Не тот. А вы посмотрите, скажем, работодатели, нам количество заявок от работодателей не уменьшилось. Работодатели ищут профессиональных людей. Приходят резюмы тех людей, которые работодатель счел непрофессиональными и уволил, и они присылают нам свои резюмы. То есть те резюмы, которые идут в открытом потоке, которые к нам приходят, зачастую не подходят под те вакансии, которые требуются. И вот этих людей, которые нам нужны, нам приходится просто их искать. А как же быть тем людям, которые все-таки не подходят, не подходят к критериям работодателей? Те люди, которые не подходят, им нужно просто пересмотреть свои требования к жизни, свои требования к работе. Я просто сегодня вспомнила совершенно парадоксальный случай, который был у нас лет пять назад. Он единственный, но если уместно о нем рассказать, молодой человек закончил СФУ с дипломом, с отличием, и до декабря месяца не мог найти работу. Он пришел к нам, с ним была истерика. Истерика там была связана чуть ли не с тем, что он уселся на пол, сказал, никуда не уйду, пока не найдете у меня работу. И мы ему предлагаем работу, он говорит, это не для меня, мне нужно не меньше 30 тысяч. Вы же понимаете, я закончила с красным дипломом, я полгода еще работаю, а вот соседка Маша, которая закончила там на все тройки, она уже работает и получает 30 тысяч. Оказывается, соседка Маша начала работать на третьем курсе. Она долго-долго продвигалась. Да, сейчас у них разные результаты, потому что он только стартует, она уже давным-давно выдвинулась и работает. У нее уже опыт, ее работодатель уже уважает, ценит. А он пришел, вот я такой с красным дипломом, цените меня. Диплом хорошо, но это нужно еще... Вот, кстати, да, вы затронули очень интересную тему касательно выпускников. Конечно, есть режимы выпускников, но вот рассчитывать они могут, к сожалению, не на очень высокие должности, не на очень высокие зарплаты. Ну, потому что опыта работы нет, и, соответственно, уровень заработной платы невысокий. Очень любопытно, да, нет опыта работы, потому что не берут работы, да. А где брать опыт, да? Объясняю, с третьего курса у нас есть хорошие мальчики и девочки, которые на третьем курсе летом идут и работают 2-3 месяца. Юристы могут идти помощниками юриста. 3-4 часа в день совершенно небольшая зарплата, там, 5 тысяч, ну, 6 тысяч, да. Кто-то может пойти, скажем, если ты хочешь совершенствоваться там, да, или в продажной области, хочешь быть коммерческим директором, бизнесменом, иди по работам, менеджерам по продажам. Это тоже можно... Вот ты же можешь сам регулировать свой рабочий день, 2-5 часов, там, 3 часа в день, но ты будешь получать небольшие деньги, и ты будешь, в конце концов, ну, расти профессионально. Отводя итог, если ты хочешь иметь большую зарплату, нужно иметь большой опыт работы, как в институте, трудовая книга, сначала зачет... Ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя. Так и здесь сначала ты работаешь на трудовую книжку, а потом трудовая книжка как-то тебе поможет. Чтобы начать большой путь, надо просто встать и потихоньку пойти. Все. Спасибо вам большое, Ольга. Массу полезных советов от Ольги. Ольга Орлоу была у нас в гостях, руководитель кадрового агентства. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас завтра в то же время. Мы говорим только о тех новостях, которые действительно вас волнуют. До встречи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова